Добрый день, меня зовут Николай. Мы приехали на обслуживание УВУ-25, техобслуживание, которое проработало на предприятии три года. Со слов хозяина предприятия, она переработала в районе 10 тысяч тонн продукции. И мы сегодня будем показывать видео о том, как на УВУ-25 заменить подшипники на нарастающем шнеке, который находится в приемной камере. В данном случае у нас что произошло? В кагате с зерном находился инородный предмет, который попал в транспортер загрузной, в шнек, вследствие чего шнек погнуло и рассыпался под шип. Это шнек уже пытались выравнивать, пытались выравнивать хвостовик, но решил хозяин на предприятии, что заменить на новый. Сейчас мы будем производить сборку шнека и установку его на УВУ. Одна из поломок таких, самых первых и самых крупных, это вышел со строя у нас подшипники на нарастающем шнеке в приемной камере, что мы сейчас и делаем, замену этих подшипников производим. И хозяин согласился заменить полностью шнек. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас тебе пиздин дадут нахуй, блядь, нахуй, блядь. Да я думаю, что... А при чем, нахуй, блядь? А добились смазки? Если ты смазывал, блядь, не посыпался. А ты же подшипник закрытый, а ты, блядь, не смазывал. Мы сняли подшипник для того, чтобы освободить вот эту пластичку, которая нужна нам на новый шнек, для сборки нового шнека. Так, и с нее мы и начинаем. Это тоже новое, да? Это новое мы привезли. С нее мы и начинаем, с этой пластины. Стояла она у нас вот так, от печаток, от капюша. Одеваем ее. И набиваем наш корпус. Путаться надо вот это вот старое, да? Это садится, видишь? Она садится. Значит мы ее... Это к машине. Мы ее... Понимаешь? Четко. Может, давай ее тут соберем, а? А потом вместе с этим совсем набьем-то и все. Давай так и сделаем. Давай ее тут сейчас соберем. Да, а потом набьем. Она же так удобнее будет. Потом вместе с этим набьем и все. И зашип. Сюда стопорем колечко. Так, набиваем. Набиваем. Снова наш подшипник. Тут у нас идет вот это место к машине идет. Вот отпечаток. Это будет к машине прикручиваться. А это у нас наружу. Так, ровненько. Опусти. Чуть-чуть опускал. Пошел. Так, поехали. Набиваем. Хоп. Пошелик. Аккуратно. Все. До конца. Набили. Теперь ставим наше стопорное колечко. Следующее. Следующее. Нужно проверить. Сейчас посмотрим, как у нас... Да, правильно. Как у нас этот форшивник по волои идет. Ага. Он будет идти от начала до конца туго. Собрали мышник. Так, работа продолжается. Да. Собрали мышник. Поставили новые подшипники. Новые резиновые корпуса. Вот. Металлические корпуса пришлось оставить. Ставим. Ага. Они цели на новую не поставили. Не поставили, да? Не поставили. Новую. Вот. Шнек новый. Все. Теперь будем устанавливать шнек в приемную камеру. Надо делать вдвоем. А мне тут делать нечего. Ну, один сейчас на леске ставить туда, подаст его. Сейчас, сейчас я принесу его. А, еще одну принесу, мисс Лестнице. Это нужно делать вдвоем. Здесь один есть нюанс. Один есть нюанс. Корпус, который находится со стороны шкива, в него вставляются болты крепежные. И эти болты привариваются сваркой, прихвачиваются сваркой. Ну, можно прихватить. Они прихвачены здесь, в размер, для того, чтобы, для простоты монтажа. Ну, они прихвачены были, вот это корпуса. Два корпуса были прихвачены. Вот эти прихвачены были. Нет, они прихватывались просто для такого вообще суперудобства. А, ясно. Мы и так сделаем. Оно болтами стянется. Болтами стянется? Только мы это просто посмотрели. Думаю, а что они так его сварнули, его прихватили. Вот, мы сейчас его здесь предварительно соберем. Потому что он здесь стоял. Значит, вот так оно было. Вот и все. Вот, приблизительно так. А там он из серии еще. Теперь, ну а что? Один человек будет... А где Серега? С другой стороны. Дима? Ну ладно. Миша тут самое главное. Будем вставлять его не спеша, аккуратненько. Чтобы вот эта вторая половина корпуса, чтобы не выпала в нас болтов. А я буду тут его ловить. Давай. Ты понял? Да, не спеши, потихонечку. Потихонечку, не спеши. Давай я тебе, может, даже подам его. А ну ты залезь туда. А ну ты залезь туда. А ну ты залезь туда, чтобы не снять эту металлическую штуку. Давай я, тихонечку вставляю, чтобы ты не снял эту... Ну я там, если уже чуть-чуть снимусь, я попытаюсь это самое. И пальцы мне по-мне будут давать. Когда я буду с той стороны, я буду немножко там сейчас направлять его, понял? Я буду пальцы вставлять. Толкать в ту сторону только по команде надо. Хорошо. Когда я скажу, Миша, толкай. Тогда только толкнешь. Потому что моя пальца. Потихонечку давай, потихонечку. Давай. Так, еще чуть-чуть. Опа. Стоп. Стоп пока. Не толкай. Так. Так. А ну порубай толкай. Толкни чуть-чуть. Опа. Давай. Давай. Опа. Есть. Еще хорошо толкай. Все. Красавец. Так. Теперь держи. Я сейчас ее наживлю. Вот для чего нужно было прихвачивать болты к корпусам. Потому что мне нету доступа к болтам с той стороны. Здесь нету доступа. Для этого мы их прихвачивали сваркой. Это обязательно нужно делать. Потому что по-другому мы этот узел не соберем. Так что сейчас я ключик возьму. А ну пока ты мне еще открыл, чуешь. А ну глянь. А ты там стоишь, тебе все видно. Миш, глянь на меня. А так на меня дивись. Вот я болт закрутил. Не, дивися, он там не мешатиме, глядя. Да, 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 да. Болты не мешатим. Глядя не будет опираться. Внимание, кто ранее еще. После облиния немножко закрутили болт. Теперь пока я тут. Надо перемешок снять. Подивиться размер. Давай пошукать. Один идентичный в багажнику. Размер уже стерся. Придется прикладач. На 2000, по-моему. Да подожди пока, не закрывай, Миша. Миша. Подожди пока, не спеши. А что? Не спеши, сейчас подивимся, включим. Не спеши, сейчас шкив наденем, ремень наденем. Все сейчас, не спеши. Так отцоволи мне говорили. Не спеши, не спеши, родной. Все, все оденем. Я эту крышку надену за минуту. Там не в ней дело. Так, давай шпонку, шкиву готовить. Шпонка была на шкиву. Ну давай мне шпонку и шкиву. Вот тут. Ну а вен по себе поменялись. Устанавливаем на маленький, на твий. Надеваем. Где я? Опа, есть. Теперь я надеваю на швей. Вот, а теперь бери и надержите. Вот так оттягуй, да, седни. Все. Так, а теперь надо стрелять в оси, ну чтобы ремень был, куда меня туда-сюда двигать. Смотрим, как у нас расположен наш шкив. Шкив у нас расположен ровно. Ровно? Да, можно затягивать. Здесь у нас ничего нету, кроме грязи. Да, Миш? Только грязь у нас есть здесь. Машина в ужасном состоянии находится. Только она на улице стояла и поломалась. Как я буду на ней работать, если вот это самая? Я тебе не выйдю. Я просто скажу, что машина находится в ужасном состоянии. Как она? Бедолага у нас уже работает. Правильно? Так, сейчас сделаем замену пружин, которых тут уже практически нету. Для этого нужно открутить внизу две гаечки. Снять ступорное колечко, которое вам пока не видно. Снимаем ключи на 24, два ключа намного. Кольцесъемник нам нужен. Так. Надо очистить. Вот наше кольцо. Ступорное. Добраться к нему нужно. Опа. Вытаскиваем нашу штангу. Снимаем старые пружины. Нам нужно провернуть машину, чтобы вставить вот эту часть. Шпай. Шпай. Снимаем. Снимаем. Вот просто бить. Молотушек маленький. Пошел. Надо сжать. где мы можем запускать машину тут можно и запустить сейчас можно запускать ну давайте будем готовить машину к пуску смотрим как у нас крутятся те узлы которые мы отремонтировали это шнек как крутится шкил ровно неровно пружины как работают штанги новые сейчас понаблюдаем я сейчас закрою не включать а транспортер не забудьте надо будет натянуть транспортер тут и сделать натяжку транспортера пока давайте накрутим на старый натяжки я закрою что работает она чистенько не запускаем это самое запускаем шнек запускаем опять запускать шнек посмотрим ровненько идет не виляет с одной стороны тоже никаких нету пьет на сегодня все ремонтные работы на данном ПВУ закончены вот 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 мы заменили подшипники повторюсь на шнеке на растающем шнеке в приемной камере заменили пружины на 72 звездочки на тяги заменили лопатки стояли тяжелые лопатки они не работали поменяли на воздушной части легкие лопатки вот сейчас работает машину запустили работает она хорошо вот вот единственное к этой культуре можно было бы хозяину подобрать и верхняя решета немножко крупнее поставить на полмиллиметра поставить решета крупнее потому что при полной загрузке машины чистое зерно попадает у нас вот вот небольшой небольшой порции попадает и рекомендуем заменить решета вот и все по сегодняшней работе нашей закончился у нас положительная работа тяги двух двух и он и но он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok